Всем привет! Наташка, привет! Привет всем, кто выходит в эфир. Я немножко еще подожду, пока потянется народ. Чуть-чуть поговорим на абстрактные темы. Запахло весной, к метелям отбой мы, как истинные англичане, всегда начинаем с разговора о погоде. Не знаю, как насчет метелей, но замело тут опять, будь здоров. Это было, правда, не вчера, это было позавчера, но тем не менее. Посмотрим, какой будет февраль, даст ли он нам жару или не даст. Я к тому, что всегда возникают какие-то ситуации, которые готовы выбить нас из жизненных планов, ну, всегда. Вот запланируешь себе на день массу мероприятий, и потом, бац, выпадает снег. Оп! И что делать? А забить бы, вроде бы, да, надо бы сделать бы серьезные дела, ну, важные. Почему? Потому что планы, стратегические вопросы нужно решать в первую очередь. Второстепенные оставить на потом, и вроде снег, задача второстепенная, но смотрите, какая штука. И сразу потеплело. Снег просел, и если за ночь это замерзнет, то будут ледяные бугры, и до конца зимы, если сильного потепления не будет, или если даже будет, то эти уже бугры не соскоблить. И так, упущенные ей несколько часов, могут обернуться такой ситуацией, когда всю зиму будет дискомфорт, ломом это не сдолбишь, или это потребуются многие-многие часы работы. А пока пушистенький, можно было бы его и сковырять. Поэтому приходится выбирать. Иногда неважные срочные дела оказываются в долгосрочной перспективе. Довольно-таки важными. Я про мимикрию этих дел. Иногда кажется, что дела неважные. Они на самом деле оказываются важными. Тут надо быть немножко шахматистом и все время смотреть вперед. На несколько самшагов, оценивая последствия, на несколько самходов, оценивая последствия того, что произойдет, если вы сделаете что-то, или наоборот, что-то не сделаете. В итоге вот такая банальная вещь, как чистка снега, может вылиться в массу неудобств, из-за которого вы потеряете еще большее количество времени, чем бы вы затратили, сделав работу вовремя. Вот такие вот вещи. Если у вас не перед кем нет обязательств перед другими людьми, то в своих делах вы, в принципе, можете подвинуться для таких вопросов. И вот умение сепарировать, выделять такие дела и на самом деле является залогом успешной деятельности. Ну реально. Вопрос только в том, что это делать довольно трудно, как оказывается. Потому что ряд дел могут оказаться действительно неважными, а ряд действительно важными. В общем, я так говорю, я рассасываю витаминку, а не глицин. Поэтому немножко цокают с языком. Она у меня под языком лежит, поэтому вы уж извините. Сочетаю всегда массу самых разных дел, в том числе и вот таких. Да, кстати, друзья, я с удовольствием с вами пообщаюсь не просто в режиме монолога своего, а и в режиме диалога готов. Если вы готовы поделиться своими какими-нибудь мыслями по этому поводу, своим опытом или задать какие-то вопросы, я с удовольствием вам на них отвечу. А пока продолжу. Так вот, выделение важных дел. Это очень важно. И самый огромный бич, который я вижу сейчас вообще повсеместно сам захватывает, вообще деловой мир и вообще любой другой, и особенно не деловой, это вот неправильное использование в своей жизни социальных сетей. Я больше чем уверен, что абсолютное большинство людей, которые вообще пользуются социальными сетями, просто глобальное количество времени теряют в них. Я на самом деле поднимаю тему, которая, в общем-то, из-за серии, что капитан очевидность. Но я хочу сказать, что социальные сети не зло. Это на самом деле добро, это как нельзя сказать, что там интернет зло. Вопрос в использовании инструмента. Молоток в руках дурака тоже может причинить большой ущерб. А в руках злоумышленника может стать даже орудием преступления. Но в руках умелого мастера, это много чего значит. Вот смотрите, мы, например, с вами сейчас общаемся. Общаемся мы никак иначе, как с помощью социальных сетей. Я еще при этом при всем стараюсь время не потерять, еду за рулем, да, и одновременно сочетаю эти два занятия. Но когда я вижу, что приходишь куда-нибудь в какое-нибудь заведение, место, или, не знаю, люди сидят и торчками тычутся, и ладно бы я понимаю, они бы набирали там какие-то посты, занимались каким-то продвижением чего-то, или, например, читали какую-нибудь деловую информацию, ведь в социальных сетях очень много сообществ действительно деловых и интересных, где можно много подчеркнуть интересной информации, посмотреть интересные и видеоролики. Нет, доказывается, это не просто переписка, а это просмотр развлекательного контента, причем самого дурацкого содержания. И вот когда, если можно посчитать, сколько занимает этот макрофаг пожирателя времени, я провел эксперимент такой, я попытался сам провести какое-то количество времени, ну, как делают люди, которые таким образом занимаются. То есть просто посерфить по социальным сетям, потыркаться, там что-то посмотреть, полистать, почитать анекдоты, посмотреть развлекательные картинки, мотиватор-демотиваторы, которые не содержательные вообще никакие, а просто вызывают улыбку там, да, зачастую. И вот так вот я посмотрел, и у меня из дня, из целого дня на продуктивную деятельность в этот день ушло, ну, от силы полтора часа, учитывая то, что я человек, ну, инициативный. А понаблюдать за другими людьми я понял, что такие вот макрофаги подобные сжирают у них практически 90% всего активного времени. О каком успехе может идти речь вообще? Что приносит успех? Некоторые говорят, скажут так, ну, это как, это заложено, это судьба, это рок, удача приносит успех. Ну, ребят, удача, или даже, скажем, Бог, любит тех, кто для этого предпринимает усилия. Как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. И удача всегда преследует только тех, кто для нее чего-то делает. Говорят, есть такие счастливчики, которые есть. Ну, бывают такие счастливчики. Конечно, элемент удачного стечения обстоятельств имеет место быть. И сколько бы ни говорили про то, что на самом деле мы заслуживаем только того, чего заслуживаем, что не просто так к этому пришел, значит, все делал правильно. Ребят, бывают элементы такие, да. Но давайте не будем на них рассчитывать. Я всегда придерживался девиза такого. Надеюсь на лучшее, готовься к худшему, но будь готов к худшему. То есть, понимаете, не надо рассчитывать на лотерею какую-то жизнь, покупать лотерейные билеты и рассчитывать, что вы там разбогатеете благодаря только этому. Это может быть только как сопутствующий фактор, но не как основной. Для удачной деятельности, для успеха в любом направлении нужно действовать максимально эффективно. Вот я смотрю на одного человека, наблюдаю, но ты имеешь возможность это делать периодически, и вижу, что, например, дай возможность действовать так, как хочется. Это до середины дня, а иногда до часа дня, будет занято безделье лежание в кровати при создании некой видимости деятельности. А на самом деле это будет абсолютно бездействие или тупая имитация деятельности. В итоге, если провести, скажем так, анализ того, что сделано за эти часы, предположим, с 8 часов утра и до 12, оказывается, что не сделано вообще ничего самотолкового, что в итоге может привести к успеху. А знаете, почему это происходит? Потому что человек не видит путь. Ведь достижение успеха – это путь, это проект. Это проект, состоящий из целого ряда других маленьких подпроектов. Для этого нужен некий стратегический план, то есть нужна дорога. И если дороги не видно, даже если видна конечная цель, но если не видно дороги, не видно реперных точек, вы не сможете пройти этот путь, если он длинный. Ладно, если это действительно короткий какой-то путь, и вы можете сделать какое-то дело, вот буквально безотлагательно, в течение 10 минут. Но если это проект, это длинный путь, который требует нескольких дней. И, конечно, если вы собираетесь в какое-то путешествие, предположим, за рулем, как автотурист, рассчитывать на то, что вы на халяву проскочите эффективно и без приключений, и без ненужных, этот путь, это бесполезно. То есть путь желательно запланировать, хотя бы понимать, сколько вам потребуется на это денег, сколько вам потребуется времени, сколько вы будете проезжать в день, в каких местах и странах останавливаться будете, нужна ли вам для этого виза в этих странах, надо ли виньетку покупать, будете ли вы ехать по платным дорогам или по бесплатным и так далее. То есть это все глупо рваться в путь, если у вас ничего нет. Нет, конечно, если вы уже успешный человек, у вас просто море бабла, то деньги, в принципе, способны решить многие проблемы. И кроме кредитной карточки или толстого бумажника с валютой конвертируемой, вам особо ничего для этого и не нужно. Но если вы на пути к успеху или вы хотите стать еще успешнее, чем есть, вам, безусловно, придется планировать свои стратегические задачи. И вот тогда, когда это будет все запланировано, нужно просто понять, промониторить свой день, а лучше не один, и понять, сколько вы времени отводите тем делам, которые непосредственно ведут вас к достижению тех целей, которые вы поставили. Я уверен, что абсолютное большинство людей просто ужаснется, реально. Просто будет в шоке от того, что для достижения своих мечт, желаний и важных целей, а иногда даже тех, которые требуют, то есть у которых самгидедлайн, уделяется минимальное время. А вы представляете, что, если вы работаете на кого-то, какая-то самгидрагедия для работодателей? Это породит вечный конфликт между работодателем и сотрудником. Почему всегда недоволен работодатель своим сотрудником? Потому что, если работодатель человек умный, а если он стал работодателем, скорее всего, так и есть, то он, конечно, понимает, что вы ни хрена не делаете. Вообще ничего. То есть ваши затраты на задачи минимальны. И для достижения тех целей, которых вы пытаетесь самгидостичь, вы тратите практически вообще ни фига времени никакой. Не тратите. И эта проблема реальная, на самом деле. Ничего не получится. Если вы же работаете на себя, то успеха не достичь будет, в принципе. Почему я вообще об этом заговорил? Потому что неисчерпаемый поток вопросов именно по этой тематике. Кто присоединился только что к эфиру, обязательно потом просмотрите в записи, потому что я многие вещи повторять не буду и буду двигаться дальше. Но резюме предыдущей всей части моего монолога в том, что для того, чтобы достигать успеха, а задают вообще этот вопрос, как, если хочется в ряде направлений, не в какой-то конкретной, в одной из самых деятельностей, а хочется по ряду направлений что-то добиться. И в своем хобби, и в работе своей, и в спортивной деятельности, которая не является профессиональной. Вот хочется что-то. Как быть? Ну, просто. Нужно выстроить четкие планы. И промониторить свой день на предмет того, что конкретно вы делаете для того, чтобы достигать этих планов. Если вы увидите, что вы для этого практически ничего не делаете, а отдаете все свое время каким-то рутинным делам, то есть ваше время все сжирает какая-то рутина, даже пускай зарабочая, но бесперспективная, или тем более сантарчание в социальных сетях, которые не приводят к достижению ваших целей, то есть вы не занимаетесь ни промоушеном, каким-то, да, там все социальные сети, не, ну, как изучением какой-то полезной информации, то надо что-то менять. Иначе жизнь, она проходит очень быстро. Это когда-то в свое время я напугал своего сына одной простой вещью. Я попросил его поставить на телефон, значит, таймер, таймер от обратного, от отсчета. И там, значит, можно было планировать определенные события и запускать этот таймер, видя, как напутекает время до дедлайна и до этого события. Это, знаете, это было что-то вообще, там откровение буквально было. Во-первых, его напугало, когда там запланированную, предположим, среднюю продолжительность самой жизни, которую там, ну, чтобы там 80 лет, там, не знаю, там 70 или 90 лет наметить себе. Если, и сколько вам сейчас, предположим, там 40, значит, осталось там половину, условно говоря. Вы посмотрите, сколько это недель, сколько это дней и сколько это минут. Вы просто будете в шоке вообще, как это на самом деле мало. И с какой быстротой текут эти минуты, которые вообще утекают просто в никуда. Я даже не говорю про то, что это время может утечь бесполезно для человечества, там, для чего-то еще. Ну, давайте не будем так это пафосно рассуждать. Оно бесцельно проходит даже для вас, если вы занимаетесь какой-то херовиной. Вот просто никак. Считайте, вы это дело выбросили. Просто выбросили. И все. Попробуйте. Таких таймеров отсчета, ну, от обратного, огромное количество на самом деле. Огромное количество. И я уверен, что это произведет на вас вопечатление, по крайней мере, в первое время. Потом, конечно, человек ко всему привыкает и начинает относиться к этому апофигистически. Но сначала это реально впечатляет. И то же самое вы можете поставить таймер до любого дела. Там в этих самих программах можно выставлять огромное количество событий и считать, сколько там осталось до начала весны, до любимого футбольного матча, до конца какого-то проекта, когда сдать работу нужно и так далее. И так далее. До поездки, до отпуска, не знаю, до Нового года. Да что хотите. И будете все в это дело видеть. Да, для кого-то это может стать жесточайшим демотиватором. Он впадет в ступор прямо реальный. Но для думающих людей это прежде всего будет именно не демотиватор, а мотиватор. Для того, чтобы отбросить все ненужное. А вообще действовать эффективно довольно просто. Нужно просто делать. Ну, как делать? Переходя от одного действия к другому. Я совсем недавно записал серию роликов о том, как начать действовать эффективно. Скоро я в анонсах где-то, ну, вернее, везде. В своих социальных сетях. Прежде всего в сообществе Кухонный Философ, ну, и также на своих аккаунтах в социальных сетях. А Кухонный Философ есть абсолютно во всех самых популярных социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассниках, на Вейсбуке. Вот, на моем мире выложу анонс, как, значит, получить серию моих видеороликов на тему, как начать действовать эффективно. То есть, вообще, как начать действовать. Потому что другая проблема, которая сильно беспокоит многих людей, в том числе и не бездельников, а наоборот, и очень деятельных людей, и о том, как начать какие-то, вообще действовать в сторону проектов. Или продолжать. То есть, начал, но не закончил. То есть, правильное начало и умение продолжать – это гарантия завершения проекта. Потому что очень многие люди уверенно хватаются за массу дел, но из-за недостаточной иногда организации, а иногда из-за чересчур опродуманной организации, не способны дела завершать. Так вот, эта серия, значит, видео, она о том, как начать действовать эффективно. Там рассматривается… Да, в чем отличие от массы других там роликов разных, да, которые очень часто там выложены в интернете, там, по поводу того, ну, такие, ну, мотивирующего характера. Отличие, самое большое, заключается в том, что там разбирается в других роликах общего плана, ну, советы даются. Здесь же я разбираю четыре базовых причины, самых основных, которые на самом деле надо очень четко различать. Нам вообще, начиная от банальной лени и не, ну, от умения организовывать свою деятельность и какие-то шаги нужны, до того, что есть такие вещи, как ступор перфекциониста и прокрастинация планировщика. Вот, это уже для высоко надорганизованных. И все это характерно на самом деле может сочетаться в одном и том же человеке. То есть в плане физического развития ему может быть заниматься лень, в плане игры на гитаре ему не хватает организации и понимания, в плане, предположим, какое-то выполнение какого-то собственного проекта, в плане реконструкции какой-то части собственного дома, у него возникает эффект ступора перфекциониста, и он поэтому начать не может. А на работе, даже когда дедлайн, у него, значит, возникает прокрастинация планировщика. То есть когда у него огромное количество планов, настолько они хорошо расписаны и детализированы, что ему хочется взяться за это все одновременно, в итоге ни одно дело не делается до конца. И ничего не получается. Вот такая фишка. Понимаете, какая штука? Вот интересная бывает. Вот. Поэтому обязательно потом я вам эти ссылочки дам, вы подпишитесь на эти, вернее, вы там заполните определенную форму и получите все эти ролики сразу же одновременно. Ну, и вам, если будет интересно, посмотрите их. На эти все ролики я, как правило, записываю, когда бываю где-то за рубежом. У меня вообще такая нормальная штука получается. Когда я нахожусь на отдыхе, то я очень часто, не очень часто, а всегда занимаюсь своей профессиональной деятельностью. То есть я занимаюсь публицистикой, занимаюсь написанием статей, съемкой видео. Ну, и нахожу как раз время для того, чтобы записать вот как раз какие-то материалы, статьи и видео по тематике личностного роста. Поэтому, да, но не всегда потом у меня бывает время, чтобы это выложить везде в сети, дать к этому доступ, чтобы упорядочить это. И вот сейчас я хочу этим серьезно заняться, потому что у меня накопилось огромное количество материалов из разных поездок. Из поездок в Арабские Эмираты, в Индию, Вьетнам, из поездки по Европе и так далее. Вообще полно. Да, в последний раз не ездили. Последний раз. А в Китай оттуда тоже. Ну вот. Так что обязательно посмотрите. Ну, а теперь я с удовольствием бы ответил на вопросы, но смотрю, в эфире практически никого и нет. Поэтому, собственно говоря, если вопросов не будет, отвечать мне будет некому. Да? Вот. И тогда я просто еще расскажу пару новостей. Ну, а те, кто захочет, потом сможет посмотреть на лайв-канале, на моем, на Ютубе это видео. И также оно на Фейсбуке сохранится. Будет в аккаунте и, наверное, в сообществе Кухонный Философ. Оно еще будет выложено. Вот, други мои, какие же у меня есть еще новости? Новости у меня есть по целому ряду проектов. Кому, значит, интересно, ну, те, кто меня смотрит, наверное, то знают, чем я занимаюсь, да? То есть я занимаюсь боевыми искусствами, занимаюсь инфобизнесом, занимаюсь фитнесом, кроссфитом, коррекцией фигуры. И вот в этих проектах у меня есть еще, значит, несколько новостей, которые я освещал в предыдущих эфирах. Сейчас я каратенечко напомню. Значит, по поводу конструкции Макевар. Ну, кто знает, о чем я говорю, тот в теме. Значит, первое, это выпущено два апгрейда. Это детский боек для Макевары МБШ, поэтому на Макеваре, значит, МБШ теперь смогут работать очень хорошо и дети. Вот, выпущена на стене платформа для Макевары Камертон, который...